Семь постам оцепления. Общая команда. Приготовиться. Огонь! На территории нашего города много неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Для их обезвреживания проводят целые спецоперации. Но скоро об этом можно будет забыть, говорят ученые Севастопольского государственного университета. Утилизацией боеприпасов займутся микробы. Научно-образовательный центр перспективной технологии и материалы проводит широкий спектр исследований, в том числе в области биотехнологии. В центре есть ряд уникальных технологий, которые действительно в мире практически отсутствуют. Одна из этих технологий является переработка отсуживших свой срок боеприпасов, которые позволяют полностью провести весь цикл переработки, начиная от раснаряжения, заканчивая переработкой взрывчатых веществ в удобрении. Боеприпас помещают в аквариум, наполненный специальной жидкостью. В ней воссоздана идеальная среда для жизнедеятельности микроорганизмов. Мы использовали для окислительных процессов, широко известную бактерию, теобацилиус флорооксиданс и сырой бактерией. Невидимые глазу крохи окисляют железо, разъедают оболочку и вскрывают снаряд, после чего перерабатывают взрывчатое вещество. По словам ученых, для утилизации небольшого боеприпаса нужно примерно 15 дней. Полученные вещества можно переработать в высококлассное органическое удобрение. Бактерии могут вскрывать нам этот предмет так, как нам нужно. В частности, здесь видны разрезы горизонтальные и вертикальные. Поскольку здесь сама оболочка покрыта водезащитным слоем лаком, то сделается тонкая насечка по тому виду конфигурации, по которой нам надо. После этого дела бактерии, соприкасаясь с открытым металлом, проедают его насквозь. Разработка велась еще во времена Украины. Полученный в результате утилизации гумус проверили и установили, что подорвать его невозможно. Он полностью безопасен. После утилизации взрывчатого вещества в боеприпасах остается сердечник, выполнен из твердого сплава. С помощью технологии, разработанной в нашей лаборатории, мы перерабатываем данный сердечник и на выходе получаем порошок вольфрама частотой до 99,99%. Порошок можно использовать для создания сверхпрочных и сверхлегких материалов, которые смогут заменить, например, железо. Вещество можно добавлять в цемент или в бетон для прочности. Сейчас с помощью микроорганизмов в лаборатории из отработанных твердосплавных материалов получают семь видов нанопорошка. Все они запатентованы. Технология уникальной ликвидации снарядов в будущем позволит отказаться от экологически вредной утилизации через подрыв или их энергоемкой и нерентабельной промышленной переработки. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.